Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами очередное видео, и сегодня мне хочется поговорить с вами об очень-очень важных вещах, особенно важных, как мне кажется, для беременных женщин, и вдвойне важных для тех женщин, которые беременны впервые. А именно, хочу с вами поговорить об ошибках, которые лично я допустила в свою первую беременность. Сейчас, к слову говоря, у меня вторая беременность, началась 15-я неделя, и я вот в последние дни очень-очень задумываюсь о том, какие же я ошибки совершала во время первой беременности и также в своем послеродовом периоде, для того, чтобы эти ошибки не допустить в этот раз. И, конечно же, об этом, обо всем хочу поговорить с вами, потому что мне кажется, это исключительно важно. И именно такой разговор с опытной мамой, особенно в первую беременность, как мне кажется, он был бы для меня настолько полезным и настолько бы помог проживать свою первую беременность, проживать роды и также послеродовой период, и избежать многих-многих осложнений, проблем, переживаний и в целом большого количества негативного опыта. Сразу хочу сказать, что я ни в коем случае не хочу запугивать тех женщин, которые только беременеют или которые беременны уже впервые и только планируют свои роды. Ни в коем случае. Роды – это прекрасно, дети – это прекрасно, но как-никак я беременна во второй раз и готова пройти весь этот путь для того, чтобы родить своего второго малыша. Прошу всю информацию, которую я буду вам сегодня давать, воспринимайте ее, во-первых, как лично мой опыт, а опыт разных женщин может отличаться, и более того, не то, что может, он отличается. Во-вторых, как информацию, которая, возможно, вам будет полезна. Никто не говорит о том, что опыт ваших родов или послеродового периода будет сложный. Вполне возможно, для вас это будет самый красивый, самый прекрасный опыт, который вы когда-либо могли себе представлять. И я действительно от всей души желаю, чтобы этот опыт был именно таким, чтобы материнство, оно было для вас сладким, чтобы оно было, вот прям, не знаю, мечтой. Вот как вы себе прям представляете и желаете, вот такое материнство я вам желаю. Но здесь нужно понимать, что все может быть немного иначе. Поэтому та информация, которую вы получаете до родов, она может для вас оказаться полезной. Во-первых, для того, чтобы проживать вашу беременность максимально позитивно и быть готовой к тому, что возможно случится с вами, с вашей семьей, с вашим малышом после того, как вы этого малыша родите. Это очень-очень важно. Так вот, какое-то время уже собираю все свои ошибки. Планировала изначально обо всех этих ошибках говорить в одном видеоролике, но потом я поняла, что все-таки нужно разделять. У нас с вами времени до моих родов уж точно еще есть. Запас достаточно большой, поэтому у нас будет возможность с вами поговорить о каждой этой ошибке по отдельности, уделив каждой этой ошибке должное внимание, должное время и обсудить это все со всех ракурсов и со всех возможных позиций. Плюс ко всему, конечно же, комментируйте под этим видеороликом, пишите о вашем опыте, пишите, с чем вы сталкивались, какие сложности вы увидели в своей жизни после того, как родили своих малышей, или, может быть, какие проблемы вы увидели в своей жизни во время беременности. Это тоже и мне, и другим мамочкам будет очень-очень полезно. Но, как минимум, это может дать мне дополнительные идеи для будущих видеороликов, чтобы с вами эти все темы обсуждать. Сегодня тему, которую я выбрала, она на самом деле касается как раз-таки беременности. И, как мне кажется, это самая-самая такая первая и основная ошибка, которую я допустила в первую беременность. А именно это отсутствие терпения. То есть это такое абсолютное желание скорее родить, скорее быть уже вот как бы за гранью и вот этой чертой родов вместе со своим малышом и скорее насладиться вот этой новой ролью мамы, понять, каково это, что это, каково это кормить малыша, каково это о нем заботиться. И было у меня какое-то такое ощущение, что вот этот вот маленький вот этот человек будет новый объект в моей жизни, о котором я буду заботиться и который будет центром моей вселенной, и все будет как-то так радужно, и все будет как-то так понятно, и я вот прям вот буду этим всем упиваться. И всю свою беременность я жила в какой-то постоянной такой тревоге, в постоянном каком-то таком забеге и в постоянном каком-то таком, знаете, сильно заглядывании в будущем. Вот прям вот я вот глядела только туда. И я забывала и в принципе не думала о том, что «Алло, вот как бы стоп, у тебя есть жизнь сейчас», то есть то время, которое тебе дано. И сейчас я могу обратить внимание и просто проанализировать, задуматься, оценить то, что я люблю в своей жизни сейчас. Потому что сейчас запас времени у меня не такой большой. Ну то есть от начала беременности до родов, которые меняют все вот прям в секунду, у меня максимум времени это 9 месяцев. Естественно, когда ты пытаешься забеременеть, тебе этого очень хочется. Ты готовишься. Особенно если, например, есть проблемы с вертильностью или осложнение беременности. Тут я комментировать не буду, потому что в силу того, что у меня проблем с вертильностью не было, и у меня не было осложнений в беременности, ни в первой, ни во второй, я в целом считаю себя, ну как бы морально не вправе об этом рассуждать. И так вот, у меня даже в голове не было мысли о том, что вот это время, которое у меня еще есть, я могу его потратить не на то, чтобы вот прям как-то усиленно думать о будущем, о том, чтобы быстрее, скорее вот стать мамой и вот этот опыт весь новый получить, а больше тратить это время для того, чтобы наслаждаться той жизнью, которая у меня была до этого и которая до сих пор у меня есть. Потому что действительно, когда мы слышим от людей такие тексты, что типа, ой, родишь, спать больше не будешь, ой, родишь, секса у тебя больше не будет, ой, родите, больше есть вы нормально не будете и вообще ничего вы нормально не будете делать. Это как-то настолько неинформативно и настолько клише, что ты как-то вот беременна и думаешь, да господи, не раздражайте своими глупостями, идите отсюда просто. И ты вот к этим текстам уже не прислушиваешься, потому что они, ну, не несут за собой никакой информации, никакой пользы вот вообще. Но, как мне кажется, то, к чему нужно прислушаться, вот этот мой совет и этот совет, на самом деле, в первую очередь, ко мне беременной сейчас. И этот совет, как я уже упомянула, это насладиться тем временем, которое у меня сейчас есть. Если, например, эта беременность первая, то на 100% насладиться той жизнью, которая у меня уже есть, в которой я привыкла, которую я сама сформировала, в которой есть мои привычки, какие-то мои любимые ритуалы. И те вещи, на которые я в целом вот в своей такой привычной жизни не обращаю никакого внимания. Такие вещи, как, например, то, что я могу ложиться спать тогда, когда мне захочется. Если, например, у меня есть возможность в декрете работать, я работаю. Если у меня есть возможность в декрете не работать, то я в декрете не работаю. Я могу, например, в любой момент решить, как мне спланировать свой день. Я могу решить, что я буду на завтрак. Я могу рассчитывать на то, что, например, этот завтрак и, в принципе, тарелка с едой, она исключительно моя. И есть я ее буду тогда, когда я этот завтрак приготовлю, то есть горячий. И ровно так же, например, чашка кофе или чашка чая, она будет выпита мною тогда, когда я эту чашку приготовлю. А не тогда, когда это уже полухолодный напиток, который разогревался 19 раз. И, в принципе, цели своей попить горячий свой кофе я так и не достигла. Просто потому, что вот маленький ребенок, он как бы требует внимания. И в целом ритм жизни он как бы не предполагает свободного времени, даже пяти минут на чашку кофе. Я могу наслаждаться теми вещами, которые, может быть, я ранее откладывала на потом. И говорила себе, ай, потом сделаю там, потом схожу в спа, потом куплю себе вот это, или съезжу потом вот туда. Пока вот у меня есть еще запас этого времени, несколько месяцев, я могу вспомнить про все те вещи, которые я хотела сделать. И я могу это сделать. Я могу наслаждаться свободой выбора и решений, свободой передвижений, свободой того, что мое тело, оно в полной мере пока принадлежит только мне. Понятное дело, что во время беременности там растет человек, и мы сильно задумываемся о привычках, о питании, о образе жизни, о том, чтобы вести здоровый образ жизни. Но в целом, ну как бы любящий себя человек и так об этом задумывается, и так старается для себя выбирать все самое лучшее. Я могу наслаждаться такой мелочью, как, например, сном. Я могу спать, могу не спать. Могу встать рано, могу встать позже. Даже если меня посетила беременная бессонница, я в любом случае могу свободно, например, либо лежать и мучиться, либо пойти погреть себе молока, либо включить какое-то видео, включить свет, включить музыку, или вовсе ничего не делать. И это, опять же, свобода моего выбора. И потом я могу выспаться до 12 часов дня, если мне так будет нужно. И также это касается дневных каких-то передвижений. Если я устала, и мне хочется в беременности днем поспать свои 15-20-30 минут, я могу в любой момент решить и лечь. Поспать, и никто мне мешать не будет. Я могу решить куда-то поехать. И если я решаю куда-то выехать из дома, то выехать из дома – это всего-то навсего одеться, выйти, сесть в машину, сесть в такси или в любой другой транспорт, и просто отправиться туда, куда я решила поехать. То есть, когда рождается ребенок, Господи, это ты должна собрать себя, ты должна собрать ребенка, ты должна его одеть, знать, как его одевать согласно погодным условиям. Ты должна взять кучу вещей, ты должна это все подстроить под его график снов, под его график питания. Ты должна учесть тот факт, поел ли он только что, или, может быть, он через 5 минут проголодается, и в машине просто неистово начнет орать. И тебе придется как-то решать эту ситуацию, публично кормить малыша. Уже не говоря о том, что вообще к моменту твоей личной посадки уже в транспорт, когда ты вот это все проделала, собрала кучу вещей, погрузила автокресло, погрузила эту коляску там, положила эти вещи, и к тому моменту, как ты вот сама села в машину, ты просто мокрая, убитая, уставшая женщина, которая пожалела обо всем на свете, и которая уже, в принципе, никуда в жизни не нужна. Ты можешь наслаждаться тем, что ты можешь сходить в туалет одна и провести там столько времени, сколько пожелаешь. Ты можешь принять ванну в любое время суток. Ты можешь, не знаю, зависнуть на телефоне с подругой хоть на 2 часа и понимать, что никто тебя не будет дергать, ну, за исключением, может быть, мужа, который захочет внимания. Ну и то, вот муж, он как бы взрослый человек, и сам о себе может позаботиться, и ничего с ним не случится, если ты оставишь его на какое-то время без внимания. Если тебе так захочется, ты можешь провести хоть полдня за просмотром идиотских видеороликов с забавно блеющими козлами, и ржать при этом вот так громко, как тебе хочется. Хочешь ржи, хочешь не ржи. Хоть блей, ровно так же, как эти козы и козлы, и никому ты в своем доме мешать не будешь. Вот эта свобода жизни, которую ты имеешь, уже не говоря о том, что, ну, например, как вот у меня было, да, когда я родила своего ребенка, это было лето, и я вот в 9 часов вечера, когда на улице светло, вроде бы все классно, я могла бы пойти в сад, могла бы почитать книжку, там, я не знаю, поужинать на улице, а я вынуждена сидеть в темной комнате вместе со своим младенцем каждый вечер. И для меня это был просто кошмар, я просто ревела и рыдала, потому что я не могла понять, как мне вот быть, и вот как мне жить, и как вообще, что вообще происходит. То есть у меня была абсолютная проблема вот с этой адаптацией и как-то принятием той ситуации, что вот сейчас она такая, и вообще как жить с этой ситуацией. А когда ты еще носишь своего малыша в животе, у тебя есть свобода свой вечер проводить так, как ты хочешь, поехать поужинать с мужем в ресторан, и знать, что никто не будет тебя отвлекать, никто не будет орать рядом, никто не будет заставлять тебя чувствовать себя неловко за вот этого кричащего ребенка и мешать другим посетителям ресторана, которые будут косо на тебя в случае вот этого орущего ребенка смотреть и думать, господи, мамашка, сидела бы дома со своим ребенком вместо того, чтобы таскаться по ресторанам. Вот вы помните, да, вот эти взгляды. У меня были ровно такие же взгляды до рождения моего ребенка в кафе и в ресторанах, когда мне казалось, что уж можно этих детей как-то собрать в кучу и в целом, если нельзя, то вот сидите дома. Пока у тебя нет детей, у тебя нет этих обстоятельств и этих сложностей. То есть самая главная мысль моя в том, что пока у тебя еще есть время, ты это время можешь планировать, контролировать, и ты можешь насладиться тем, что ты любишь в своей жизни больше всего. И на самом деле оценить мелочи, которые составляют нашу ежедневную жизнь и на которую мы, как взрослые люди, на самом деле до детей особенно, мы не обращаем никакого внимания. Но после рождения малыша эти мелкие вещи и детали, они становятся просто, вот не знаю, значимостью во Вселенную. И это ни в коем случае не означает, что любовь к ребенку и рождение вот этого нового человека, оно менее важно. Или нам нужно быть эгоистками и как-то вот думать только о себе. Ни в коем случае абсолютно нет. Все, что я хочу сказать, что это не важнее этого нового ребенка. Это тоже важно. Мы как люди, мы как отдельные личности, как мамы, как женщины, как вот просто отдельные люди, мы тоже важны. Ведь этот маленький ребенок, он вырастет, он станет таким же мужчиной, как, например, ваш муж, или такой же женщиной, как вы, и тоже начнет свой путь. И вы будете абсолютно раздельно. Поэтому и мне кажется, что правильнее подход, когда с самого начала ты себя немного отделяешь, для того, чтобы сохранять, во-первых, себя, сохранить любовь к себе, позволить себе отдыхать, позволить себе получать наслаждение от жизни. Я не говорю, опять же, об эгоистичном, каком-то потребительском отношении, когда вот ты вот прям царевна-королевна, и все пошли вон. Ни в коем случае. Я говорю о здоровой любви к себе, которая нужна по зарез каждому человеку. И поэтому мы, каждый, должны позаботиться сами о себе. И это очень-очень важно. Особенно думая, опять же, о том времени, когда ребенок действительно родится, и когда нам понадобится весь наш максимальный ресурс, который только может быть для того, чтобы позаботиться, во-первых, о малыше, и, во-вторых, опять же, о самой себе. И опять же, ни в коем случае это не означает, что вот как только рождается ребенок, все становится ужасно. Абсолютно нет. Как я уже говорила в самом начале видеоролика, после родов опыт мам, он абсолютно разный. Вот каждая семья, она имеет разный опыт. У кого-то этот опыт более приятный, у кого-то этот опыт более сложный. Это вот абсолютно индивидуально. Но что нам нужно учитывать, что мы не знаем, какой билет в этой лотерее мы вытащим, и каким будет наш опыт. Поэтому для того, чтобы подготовиться максимально, не напугаться, опять же, а подготовиться. Нам нужно учесть вот эти все важные моменты, которые нам рассказывают опытные мамы, и которые этот путь уже проходили, может быть, даже и неоднократно. И на самом деле не так-то важно, каким этот опыт будет сильно позитивным или сильно негативным, что я точно знаю, что с рождением ребенка жизнь, она меняется. И поэтому тот период, который мы имеем до, нам нужно им насладиться, нам нужно его оценить, и нам нужно из него получить свой максимум для своего собственного счастья, для своего собственного благополучия, для того, чтобы даже сама беременность, она была немного более легкой, особенно если она непростая, особенно если мучает токсикоз, особенно если сложный третий триместр, когда уже не в моготу, когда тяжело, когда все болит, когда ты уже готовишься к родам. И даже для тех мам, у которых уже есть детки, вот как у меня, например, Сейчас моему ребенку почти два года, то есть через месяц ему будет ровно два года. И у нас уже с ним вот такой вот наш привычный ритм, у нас свой привычный режим. Я уже влилась абсолютно на 100% в роль мамы, то есть мы уже друг друга узнали, познали, мы уже понимаем, что кому нравится, не нравится. Мой ребенок развивается, он уже начинает показывать все больше и больше свой характер. Наша жизнь, она более или менее для нас привычна, даже несмотря на то, что с маленькими детьми, ну в целом говорят, что никогда не нужно привыкать к чему-то, вот что ты уже вот как бы вот построил. Ну грубо говоря, например, режим, потому что завтра или послезавтра будут снова зубы, будут снова скачки роста, и весь твой режим или какие-то твои привычные, как бы вот, не знаю, порядки дня, они будут вот просто разрушены и снова придется все строить заново. И даже при всем при этом, все равно, какой-то такой привычный ритм уже выстроился. Мы по ночам спим, то есть я уже привыкла к тому, что мой ребенок в общем спит по ночам, и за редким исключением, когда действительно простуды или зубы, или какие-то там, я не знаю, регресс сна, и он может как-то вот по ночам вставать, его сон может нарушаться. Но в целом мой ребенок спит прекрасно. Мы знаем, когда мы едим, мы знаем, когда мы встаем, мы знаем, когда у нас дневной сон. И в целом все в нашей жизни уже плюс-минус понятно. И даже сейчас, когда я жду своего второго малыша, я, конечно же, тоже по вот этой привычке начала, ой, скорее бы родить, ой, как это будет, ой, двое малышей, ой, снова вспомнить вот это младенчество, все, и вот эти все истории. Но потом я подумала, не-не-не-не-не-не, мать, стоп. Во-первых, возвращаемся к реальной ситуации, к жизни сейчас, и думаем о том, что для тебя важно сейчас, чем ты наслаждаешься, и что в твоей жизни ты любишь сейчас. Во-первых, это то, что у меня с ребенком все понятно. У нас есть режим. Я по ночам сплю, и даже если ребенок встанет рано, я вот как бы буду способна функционировать. Мы понимаем, как нам проводить наш день. У меня есть дневное время его сна, когда я могу отдохнуть. Вечером он уходит спать в одно и то же время, и весь вечер я могу провести так, как я посчитаю нужным. То есть я могу лежать, я могу сидеть, я могу читать, я могу работать, я могу в ванне лежать, я могу хоть что угодно сделать. Если сильно повезет, могу договориться с мужем и куда-то поехать. То есть у меня есть свобода моего выбора и свобода решений в рамках той ситуации, которая у меня есть. Когда появится второй ребенок, что у меня будет? У меня будут снова ночные кормления, сложности грудничкового периода, колики, ночные плачи-крики, попытки выстроить режим, научить ребенка самостоятельному засыпанию. Вот эти все пробуждения в 4 часа утра, когда пищеварительная система запускается, и там начинаются вот эти швыряния ногами. Я не знаю там, какой у него будет характер. Потом после ночных кормлений, извините, Рэм встанет снова, например, в 7. Ну как бы у него в жизни ничего не поменялось. Он встает в 7. И что я буду делать? То есть после ночных кормлений наверняка я буду не столько бодра, как сейчас, когда этих кормлений нет. Снова вот как бы переживание вот этого послеродового периода, восстановление. Короче, очень много всего, что ожидает меня, вспоминая первые роды и послеродовой период. И я понимаю, что это тоже ожидает меня сейчас во второй род. Только плюсом у меня будет еще один ребенок, которому нужно уделять внимание. И который не сможет там сразу в сентябре пойти в садик, потому что мы будем в ринге. Садик у него в Санкт-Петербурге. И вот минимум 2 месяца мы будем с ними вот втроем как минимум живаться, адаптироваться, привыкать друг к другу. И в целом вот привыкать к этой новой жизни. Плюс ко всему я напоминаю себе о том, что есть многие вещи, которые могут случиться с родами. Я вот даже записала. Первое. Могут быть сложные травмирующие роды. Это очень-очень такой сильный опыт. Сложно физическое восстановление. Послеродовая депрессия. Сложности с ГВ. Мастит. Лактостаз. Жесткий дефицит сна. Отсутствие свободы и во времени с точки зрения того, что ты привязана к малышу. Сложная адаптация малыша. Его проблемы со сном. Долгое привыкание друг к другу. Кардинально другой график. Груз ответственности за нового человека. Неприятие себя внешне. После родов как бы я себе не очень нравилась в прошлый раз. Ухудшение отношений с партнером. Такое тоже может быть. Потому что все-таки это большой груз и давление, когда в твоей жизни появляется ребенок. Конечно же, вот как бы переход от нуля к одному ребенку, это очень тяжко. Переход от одного к двум, я думаю, тоже непросто. Потому что тут нужна будет намного больше помощь партнера. Но как минимум со старшим ребенком. Сложная адаптация к роли мамы. Сложности младенчества. Ну это я уже упомянула. Колики, сон плохой и так далее, и так далее. В общем, это те все вещи, которые могут, не факт, что они будут, но могут ожидать, и с которыми нам нужно как бы считаться. И поэтому я вот сейчас во вторую свою беременность, уже пятнадцатая неделя беременности, я себя торможу и говорю, стоп, мать. Во-первых, наслаждаемся тем, что есть. Оцениваем то, что у тебя есть. Благодарим вселенную за все, что у тебя есть. Проводим максимально эффективно, продуктивно, с любовью время со своим старшим сыном. Потому что вот этого времени так много уже потом не будет. И в целом наслаждаемся нашими с ним отношениями и тем, что мы вот в нашем мерке с ним вот пока, ну с папой втроем, вот пока папа на работе, мы с ним вот вдвоем. И можем тут вместе с ним отискаться, шушукаться и в общем заниматься своими делами. Ах, подруги, вот такая вот у меня сегодня мысль в подготовке к появлению нового малыша. Я очень-очень надеюсь, что для вас мои размышления, мысли и вот мой этот совет все-таки задерживаться в настоящем, в реальности, не торопиться. Как бы нам не хотелось родить второго малыша или первого малыша, неважно, все-таки не торопиться и оставаться вот здесь. Я очень надеюсь, что этот совет для вас будет полезен и я гарантирую, а буду вам благодарна, если через, так сказать, 6 месяцев после родов, а того и годик, вы вернетесь к этому видеоролику и напишите мне, были ли эти советы полезными и вспоминали ли вы мои слова уже после родов. Я почему-то склонна думать, что вспоминать будете и очень надеюсь, что вы прислушаетесь ко мне, к моим вот этим мыслям и примете для себя самое правильное решение того, как проводить вашу беременность до рождения вашего любимого малыша. Ну а с моей стороны на сегодня это все. Буду еще в будущем делиться с вами остальными ошибками моей беременности и моих родов первых, которые я допускала в первый раз и которые я планирую избегать в этот раз. Пишите в комментариях, как я уже говорила, то, чему вы хотите предостеречь или о чем хотите предупредить молодых мам, что вам кажется очень-очень важным, и что бы вам помогло, если бы кто-то вам беременным об этом сказал. Ну а на этом я сегодня с вами прощаюсь, желаю вам доброго дня и увидимся в следующем моем видеоролике. Пока!